В чем бы еще хотел поговорить? Хотел бы поговорить отдельно о том, что с точки зрения роли юристов компании, соответственно, это окажет влияние на организационную структуру, однозначно, и это окажет влияние на профили тех должностей, которые мы формируем, это то, как юристы участвуют не в экспертной оценке рисков, через согласование договоров, иные какие-то обычные мероприятия, с точки зрения участия юристов в управлении компанией. В Росводоканале, например, сейчас юристы, руководитель юридической функции, ваш покорный слуга является членом управления компании, то есть помимо того, что я юрист, главное, я вхожу именно в орган управленческий, который компания управляет, как некая менеджерская структура. Юристы в операционных компаниях входят в тендерные комитеты в обязательном порядке, и они там выполняют зачастую именно не экспертную функцию, а совершенно осознанно участвуют в системе принятия решения. Юристы входят в инвестиционный комитет, регулярно привлекаются для работы на таких площадках, как рабочие группы и так далее, часто их возглавляют по межфункциональным проектам. Опять же, это тоже необходимо учитывать, потому что если организационно функция не будет готова к этому, то это скажется просто-напросто на самом факте работы этих структур, и, соответственно, опять же, скажется на финальном результате. Также, хотел бы еще на чем остановиться, это уже может быть ближе к тому, как формируется конкретный функционал, то есть, когда мы выяснили роль, мы определили бизнес-процессы, встает всегда вопрос, какие уже юридически-экспертные практики являются главными, существенными, которые точно должны быть в инхаус, которые, вполне возможно, могут быть на откуп консультантам. Здесь, почему я об этом заговорил, потому что даже на площадке сегодняшнего юридического форума уже несколько раз я с коллегами обсуждал историю, что часто бизнес говорит юристам, слушайте, ребят, у вас 50 человек, условно 50 человек, вы все способны делать сами, зачем вам консультанты? Ставится некий бан на привлечение дополнительных экспертиз. Это происходит, почему? Почему часто мы сталкиваемся с тем, что мы не можем доказать необходимость привлечения консультанта? Это, на мой взгляд, вопрос чисто организационный. Я всегда стараюсь поступать и решать эту проблему следующим образом. Понятно, есть набор профессиональных практик, корпоративка, договорная работа, суды, трудовые отношения, антимнопольные истории и так далее, и так далее, и так далее. Всегда, исходя из понимания бизнеса компании, исходя из проведенного анализа бизнес-процессов, всегда можно понять, какие практики являются ключевыми. И однозначно их пометить, как это то, что мы делаем каждый день, это то, что должно быть у нас внутри, мы должны эту экспертизу культивировать, развивать и фокусироваться на ней. Но при этом, если анализ показал, что, например, по трудовым вопросам юристов привлекают в меньшей степени, или в службу персонала есть, как часто бывает сейчас, отдельный специалист именно по трудовому праву, или хороший пример с налоговой функцией, которая часто, и не только в учетном виде, но и с точки зрения налогового права, существует в финансовом блоке, то, очевидно, эта функция внутри юридического департамента, она вряд ли будет востребована, и совершенно точно ресурсы, которые на нее можно потратить, можно использовать в более значимых и текущих важных практиках. Но это не значит, что не будут возникать и не будут юристы привлекаться, опуская время от времени, к подтверждению выводов специалистов, которые есть в других подразделениях. Всегда будет необходимость подготовки легалопининов, всегда будет необходимость согласования каких-то решений на том же правлении, или сайте директоров, или вынесения на суд акционера для принятия решений. И всегда, в любой компании, эти вещи, они в любом случае пройдут через юрист. Но, как мы уже сказали, если этой практики нет, то, очевидно, становится необходимость привлечения консультанта. И, соответственно, у нас, например, как в Росводоканале, это целая такая палитра, раскрашенная различными цветами. Мы четко понимаем, в каких случаях мы, по каким практикам мы однозначно привлекаем консультанта. Где-то это просто потому, что у нас нет вообще никакой экспертизы. Где-то мы четко понимаем, что у нас есть специалист, который может эту поляну закрыть. Но мы понимаем, что для качественной оценки нам нужно подтверждение наших выводов. То есть, некая secondary legal opinion. Оно точно будет требоваться. И мы прямо говорим, что вот на эту практику мы привлекаем консультанта. И, соответственно, когда идет согласование какого-то бюджета, идет обоснование, например, на бюджетном комитете или где-то еще перед руководством компании, необходимость привлечения консультанта. Вот такая логика, но лично мне она очень помогает. Это снимает массу вопросов, почему мы этого консультанта привлекаем, почему мы это не можем сделать сами. Ответ очень простой, потому что мы этим не занимаемся каждый день. Мы сфокусированы вот на других задачах. А эти приоритеты сформировались вот таким-то образом. И в их формировании вы, как внутренний клиент, принимали самое непосредственное участие, потому что внутренний инхаус, профессиональные экспертные практики формировались после завершения с вами диалога. Безусловно, эта история плавающая, да, все может меняться, компания может выходить в новые бизнесы, могут проходить реструктуризации, но тогда, соответственно, эта логика, она подлежит некой адаптации. И вот уже, наверное, после того, как вот эта вся работа проделана, структура создана, вот тогда и только тогда, на мой взгляд, можно заниматься такими вопросами, как система мотивации, обучение персонала, KPI, какие-то глобальные крикосрочные цели, проекты и так далее, и так далее. Но это все уже, наверное, тема отдельного обстоятельного разговора, который в формате временном сейчас мы ухватить не можем. В завершение, что бы хотел сказать, что любая организационная структура, на мой взгляд, может быть, сейчас вы вздрогнете, с моей точки зрения она не может меняться, но она может и должна эволюционировать. С точки зрения именно подхода, который я описал, я вот настаиваю на том, что разница между изменением и эволюцией, она громадна. Потому что любое изменение, оно означает изменение концептуального подхода. То есть можно действительно использовать какая-то другая логика формирования структуры. Любой руководитель имеет право использовать свои наработки, свои изменения. Но если мы говорим о последовательном развитии, о формировании долгосрочных и среднесрочных целей, то это только эволюция. То есть это некая мутация под те вызовы, задачи, которые стоят перед бизнесом в целом. Наверное, на этой ноте я бы хотел свой дележ мнением по этому вопросу с вами на сегодня завершить. Всегда рад общению с коллегами, которые могут высказать несогласие с какими-то моими мыслями и подходами. Я всегда готов поделиться деталями, какими-то конкретными способами обхода каких-то ключевых, что называется, майлстоунов, которые всегда возникают при реализации данного подхода, данного процесса. Потому что, конечно, один из способов эволюции – это привнесение любой структуры, любую юридическую функцию in-house – это привнесение новых подходов, новых каких-то наработок, механизмов, которые приходят к нам из-за общения с коллегами. Большое спасибо Legal Forum Academy за предоставленную возможность поделиться с вами своими мыслями. Надеюсь, что это не последняя возможность, которую я всегда готов развить и по иным вопросам. Всегда ваш. Спасибо, Дмитрий Тимофеев.